Учащиеся 2-го класса Одинцовского лицея номер 2 вместе с детским писателем побывали в долине ударений. Русское ударение свободное. Россия страна большая, широкая, просторы леса и моря, и русское ударение такое же свободное. Что значит свободное? Оно может падать на любой слог в слове. Разобраться в правильности расстановки ударения в словах порой бывает сложно даже взрослым. Помочь детям говорить правильно взялась детская писательница из Одинцова Лариса Назарова. В своей книге она легко и доступно рассказывает о казусах русского языка. Мальчик произнес местностей, а правильно произносить местностей. И козел, который гулял по этой долине, он же не умеет говорить. Он произнес так, как мог. То есть подсказал, что ударение на место. Интересные персонажи, интерактивные игры, подборы рифмы к сложным словам. Эти и многие другие приемы незаметно вовлекли детей в процесс обучения. В бок пошел березы рост и на дереве на рост. Молодцы. Но рифмы – это только первый прием запоминания, который нам поможет. Детки запомнили очень многое. Деткам понравилась интерактивная игра. Я думаю, что за детками будущее. Я вижу, как они работают, как они запоминают. Тем более мне приятно облегчить для них учение. Мне понравилось изучать всякие способы, как лучше запомнить ударение. Например, слово «место». Место. Творческая встреча завершилась автограф-сессией. Экземпляр книги занял свое почетное место в первой библиотеке в отделе научно-популярной литературы в 81-м разделе языкознания. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...